С этого момента во Владивостоке открылся новый торговый зал компании Мир Упаковки. Это уже девятый по счету зал в нашем городе, восемнадцатый в Приморском крае и тридцать второй на Дальнем Востоке. Мы всегда идем навстречу нашим клиентам, учитываем их мнение и опираясь на их мнение, как раз мы открываем этот торговый зал на второй речке, чтобы быть ближе к нашим клиентам. Торговый зал, он по определению не только местопродаж, но и возможность проконсультироваться. Наши продавцы-консультанты всегда подберут нужное и оптимальное решение для бизнеса клиентов. Основная цель компании Мир Упаковки – надежно и качественно поставлять товар на территорию Дальнего Востока. Главная задача торгового зала – быть доступным клиентам, развивая их бизнес. Торговый зал работает в формате выставки-продажи. Квалифицированные продавцы-консультанты всегда помогут в выборе товара, предложат наилучшие решения для бизнеса. Наша компания является поставщиком одноразовой посуды и расходных материалов для бизнеса. Это более четырех тысяч наименований, которые помогут нашим клиентам развивать их бизнес. Это и бумажная продукция, это и посуда, это и контейнера для пищевого производства. Также есть ассортимент и для непищевого производства, для складов. Каждому клиенту подберем индивидуальную упаковку. Рады будем видеть всех наших клиентов в наших торговых залах. Компания Мир Упаковки – эксперт в расходных материалах и лидер рынка Дальнего Востока. Все благодаря многолетнему опыту, а это более 20 лет работы в данной сфере. Посетите новый торговый зал компании Мир Упаковки по адресу во Владивостоке, улица Русская, 1В. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Президент России Владимир Путин назначил новый состав правительства, сообщает Пресс-служба Кремля. Так, теперь у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Первым зампредом правительства стал Андрей Белоусов, занимавший до этого должность помощника президента. Пост вице-премьера главы аппарата правительства досталась Дмитрию Григоренко, бывшему заместителю главы Федеральной налоговой службы. Вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко и другие. Сергей Шойгу сохранил должность главы Минобороны, Сергей Лавров – главы Министерства иностранных дел, Владимир Колокольцев – главы МВД, Антон Силуанов – Министерство финансов и так далее. Минкультуры возглавила Ольга Любимова. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, который до этого был главой Росздравнадзора. Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном округе в новом правительстве. Как сообщает РБК, Трутнев уже расписал свой график после первого заседания правительства и запланировал командировку на Дальний Восток. В конце недели он намерен встретиться с главами дальневосточных регионов. Трутнев, который с 2004 по 2012 год работал министром природных ресурсов, в августе 2013 был назначен вице-премьером, полномочным представителем президента в Дальневосточном округе и с тех пор занимал этот пост. За время работы в последнем кабинете министров Дмитрия Медведева с мая 2018 года в подведомственном Трутневу Дальневосточном федеральном округе был запущен первый экспортный газопровод. В Китае расширена зона ответственности Министерства по развитию Дальнего Востока на Арктику. В правительстве Приморья также произошли кадровые изменения. Руководителя Министерства финансов назначена Анна Харченко. Она приступила к обязанностям с 21 января этого года. Ранее их исполняла Ольга Коваль, которая останется первым заместителем министра финансов. На сайте регионального правительства отмечается, что Анна Харченко имеет два высших образования. Она окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности строительной и дорожной машинной оборудования, а также Хабаровскую академию экономики и права по специальности финансы и кредит. До января 2020 года она занимала должность заместителя министра финансов Сахалинской области. Члены общественной наблюдательной комиссии Приморского края посетили сезон номер один, где содержится экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев, сообщило информагентство ВладНьюс председателю НК Приморья Татьяна Чернелевская. Она рассказала, что в ходе посещения они осмотрели три камеры, в том числе камеру карантина, в которой и находится Игорь Пушкарев. Экс-мэр в бодром расположении духа. Он отмечает, что воздухом родного города дышится легче. Жалоб на содержание нет. Напомню, во вторник, 21 января, стало известно, что Игорь Пушкарев доставлен сезон номер один Владивостока из Москвы. 27 января Советский районный суд Владивостока начнет слушание дела по иску заместителя генерального прокурора России. Пушкарев надеется принять участие в судебных заседаниях. Напомню, 9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУП дороги Владивостока Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший группу компании «Восток» цемент Андрей Пушкарев осужден на 8 лет лишения свободы условно, также со штрафом 500 миллионов рублей. Следствие по делу длилось неполных три года. Задержание Игоря Пушкарева произошло 1 июня 2016-го. Первый танкер-гигант типа «Афромакс» должны спустить на воду в Приморье уже в мае, сдать в сентябре-октябре, сообщает правительство Приморья. Сейчас строительство главного судна из серии танкеров данного класса вошло в завершающую стадию. Вес пустого судна — 25 тысяч тонн. Для спуска танкера на воду его загрузят балластом — еще 10 тысячами тонн воды. Специалисты отмечают, что такого в России еще не делали. Серия включает 12 судов. Сейчас в цехах судостроительного комплекса «Звезда» и на стапеле предприятия изготавливают и собирают секции первых четырех. Танкеры «Афромакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Они предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов. Буксир-спасатель «Сибирцев» подошел к траулеру «Энигма Астралис» в Охотском море, который загорелся утром 21 января в 130 километрах от Магадана, сообщает ТАСС. Напомню, пожар был ликвидирован. 47 членов экипажа эвакуировали на ближайшую плавбазу. Они не пострадали. Вечером во вторник на судне вновь случилось возгорание. У траулера уже находится спасатель «Сибирцев». Предполагается, что «Энигма» будет отбуксирована в ближайший морской порт в Магадане. Окончательное решение о месте буксировки примет судовладелец. В Охотском море у берегов Магаданской области наблюдается сложная ледовая обстановка. Отмечу судовладельцем, траулера является дальневосточная промысловая компания. Она зарегистрирована в Москве и имеет подразделение в Приморском крае. Первые итоги голосования по выбору имен для двух судов на воздушной подушке, которые строят в Ленинградской области для Владивостока, представила администрация города. Напомню, свои названия жители могли предложить с 15 по 19 января. Сейчас комиссия отобрала пять наиболее подходящих названий. «Смелый и стремительный», «Рассвет и прибой», «Муссон и Бриз», «Амуруссури» и «Барс и Тигр». Теперь жителям Владивостока нужно выбрать один из этих вариантов. Для этого в комментариях в социальных сетях мэрии нужно указать порядковый номер. Из представленных на выбор названий пока лидирует вариант номер пять «Барс и Тигр». Итоги опроса будут подведены в пятницу, 24 января. Второй этап чемпионата по мутогонкам на льду пройдет в воскресенье 26 января. Соревнования состоятся в селе Хароль. В гонках примет участие глава Владивостока Олег Гуменюк. На льду водохранилища недалеко от села Хароль соберутся гонщики со всего Приморья возрасте от 4 лет. Регистрация участников начнется в 9 часов, в 10 стартуют тренировочные заезды. Соревнования откроются в полдень. Первыми на ледовый трек выйдут дети, затем взрослые любители и профессионалы. Напомню, стартовал чемпионат 19 января в поселке Ярославский. Заключительным этапом станут соревнования во Владивостоке, которые состоятся на льду бухты Охлестышево в феврале. Научиться технике скандинавской ходьбы и провести время на свежем воздухе предлагает жителям Владивостока общественная организация «Твой здоровый образ жизни». По понедельникам присоединиться к прогулке могут все жители и гости города. Желающих ждут сквери в районе Постышева в 10 часов утра. По субботам занятия проходят в разных районах горожан старшего. Поколение приглашают на спортивную набережную. Также тренировки проходят на стадионе школы номер 25. Отмечу, общественная организация в этом году стала одним из победителей конкурса грантов. В 2020 году запланированы открытые уроки, лекции, конкурсы, бесплатные занятия по гимнастике и так далее. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите знать, когда приходят ваши сотрудники? Кто звонит вам в дверь? Где поставить машину? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Никто не опаздывает, только желанные гости. Нет проблем с парковкой. Субтитры создавал DimaTorzok